Всем привет! Сегодня классическая разговорная собиралка. Я покажу, как я наношу макияж в реальной жизни, расскажу о своем буквально косметическом прозрении. Также поделюсь с вами главной бьюти-новостью от Love Letter, с которыми мы совместно создаем этот ролик. И давайте не будем затягивать и поскорее начнем, потому что сегодня будет простой, но я надеюсь, эффектный макияж. Я подготовила два тональных средства. Вот это именно американская версия L'Oreal True Match. Честно говоря, она очень сильно отличается от того, что есть на нашем рынке. Она как-то лучше наносится, более естественно выглядит на лице. Но меня привлекло то, что здесь именно минеральный фильтр, то есть физический SPF. Да, он невысокий, но тем не менее весной это как раз оптимальный вариант на каждый день. И я заказала оттенок, который мне, к сожалению, сейчас не подошел. Это W3, сама виновата, потому что W это значит warm. Но я или подожду, когда стану чуточку более загорелой, не такой бледной, поганкой, как я сейчас, или же закажу себе нейтральный. Я не знаю, что руководила мной, когда я заказывала W3, и теперь удивляюсь. Но как раз вот на май, наверное, на начало мая будет самое оно. Он не слишком темный, но загорелый. Поэтому сегодня я воспользуюсь тональным, который я так нахваливала, но никогда не показывала его в действии. Я беру всего одно нажатие и сначала распределяю его при помощи пальцев. Он очень классно перекрывает, увлажняющий и на мне очень хорошо держится. И я давно его себе присмотрела, но не покупала, я вам говорила об этом, потому что в сети очень много подделок. Love Letter – это отдельный бьюти-раздел на iHerb. Я думаю, что все вы знакомы с этим онлайн-магазином, где представлены разные товары для дома, для здоровья. Я сама регулярно снимаю какие-то распаковки, рассказываю о своих фаворитах, мои любимые приправы оттуда. Вообще iHerb работает с 96-го года. Их очень любят, уважают и также ценят, и доверяют им. И поэтому я купила там этот тон. И вот сейчас, помимо того, что Love Letter как бы выделили в отдельную категорию именно с косметическими средствами, с декоративной косметикой, с какими-то уходовыми в этом разделе, не только те бренды, которые были ранее на iHerb, а также появились новые и азиатские марки, и из Канады, из Австралии, конечно же американские. И то, что, например, знаем мы, тот же Maybelline, тот же L'Oreal, знакомые нам бренды, но это именно то, что представлено на американском рынке. И иногда там появляется даже то, чего у нас нет, или у нас что-то приходит совершенно в другой формуле. И Biore, я у них там видела, и Estee Lauder, и Clinique, и также SK2, я намерена в ближайшее время попробовать их знаменитую эссенцию. В общем, куча-куча всего, и они доставляют так же, как iHerb, в любую точку мира, все подробности вы можете почитать у них на сайте. Есть несколько вариантов способа доставки, я обычно выбираю доставку курьером домой, и через два дня посылка у меня. И самая крутая бьюти-новость для жителей России заключается в том, что если вам вдруг что-то не подойдет, вы сможете вернуть этот товар. Это политика американских компаний, я думаю, что вы об этом слышали. Все подробности вы можете также почитать у них на сайте. Вот, а тем временем, слушайте, мой тон уже подвпитался, подусадился, и, конечно, мне нужно чуточку светлее оттенок, но в целом, в целом, мне кажется, очень неплохо. Я люблю то, как он, знаете, выглядит как моя кожа, только лучше. Вы, наверное, видите, что это тоже не мой идеальный оттенок, но поверьте, это лучше, чем вот этот супер теплый. И у меня этот тон в 21 оттенке, мой идеальный был бы, наверное, 13, но я должна сказать, что чем дольше он пребывает на лице, тем больше он подстраивается. Я вот так распределяю лицом, ну как-то, не распределяю лицом, я вот так распределяю пальцами по лицу, и он как-то даже усаживается сам. Не знаю, выглядит очень естественно, и при этом общий тон выровнен. Я часто наношу его даже под глаза, вместо консилера, ну так как у нас сегодня макияж, пусть это даже будет образ к 8 марта, будет полный фарш, то есть все, все сразу. У меня здесь супер странный спонж, который так нахваливали американские блогеры, называется он Juno & Co, это название производителя. И я его не распечатывала, вот только сейчас оторвала, написано, что он вельветовый. О май гад, он как будто мохнатый, знаете, такая зимняя, удивленная версия. Ничего подобного я не встречала, так он выглядит в сухом виде, пойду сейчас его намочу и посмотрим, как он будет работать. Это самое странное, что я в последнее время держала в руках, и теперь для того, чтобы немножко как бы снять лишнее и еще лучше растушевать, я прохожусь спонжем. Таким образом я не теряю тональную основу, это раз, а во-вторых, а что во-вторых, ничего, это прикольно. Он даже как будто убирает лишний блеск, и мне кажется, что этим спонжем будет классно наносить тоже пудровую текстуру. Короче, если вы хотите новой бьюти-ощущений, то вы знаете, что вам нужно попробовать. Теперь я возьму такой увлажняющий консилер от марки Maybelline. Как я сказала, он также есть на Love Letter, и там вот то, что у нас уже или еще не продается, что-то до нас не доезжает, или приезжает совершенно в другой версии. А на Love Letter именно оригинальная американская. И часто говорят, что существуют различия, я кое-что купила раньше, месяца два назад, мы с вами проверим. Сейчас у нас тренд на всякие вельветовые гаджеты для макияжа, и мне кажется, что вот это очень даже неплохая альтернатива, это я о спонже. А консилер имеет среднюю плотность покрытия, он не пересушивает. И я что-то так бабахнула много, вообще-то я наношу его гораздо меньше, но заболталась с вами, бывает. Я прекрасно знаю, как себя ведет этот консилер с другими спонжами для макияжа. И вот знаете, это абсолютно точно, что этот спонж забирает меньше покрытия и делает все менее сияющим, как бы забирает лишнюю влагу, что ли. И что-то в этом духе. Но я его прям долго стояла, мочила, и он средневлажный, его прям сильно нужно нажать, чтобы почувствовать, что он мокрый. Я, короче, в шоке. Теперь я возьму пудру от Лора Мерсье, она тоже из Love Letter. И там также есть вот эта знаменитая рассыпушка от Лоры Мерсье, но мне захотелось попробовать что-то именно под глаза. Она очень мелкая, говорят, что она чудесно работает с каждым консилером. И что самое главное, она не сушит. Я просто терпеть не перевариваю, когда у меня пересохшая область под глазами. Пусть лучше мой консилер будет немножко скатываться, чем у меня все будет как в Сахаре. Эта пудрочка белая, она представлена в двух оттенках. Если у вас более глубокий оттенок кожи, то я думаю, что второй заслуживает внимания, ну, если пудра хорошая. Она даже не сухая по ощущениям, то есть тактильно, когда я ее трогаю, она как будто полукремовая, что ли. И распределяешь ее по коже, она стирает вот эту сеточку, которая есть на коже, но совершенно незаметно. Вот пудра без текстуры. Ладно, беру кисточку, она у меня пушистая. И чаще всего я использую вот такого плана кисти. Это у меня BDLUM TOOLS. Тоже покупала ее год назад, наверное, на iHerb. Ну, точно не в последнее время. Давно она у меня. И часто можете увидеть ее в моих видео. Ну что, вы что-то видите? По-моему, свечение осталось, то, что мне нравится. Но консилер зафиксирован. Смотрите, в случае кремовых консилеров, пока я там что-то делаю, или я болтаю, или я как-то отвлеклась, перед тем, как я его закрепляю пудрой, я еще раз разравниваю его в вот этих складочках, которые есть даже у младенцев. И если нужно, если вы прям видите, что его много там собралось, можете убрать ватной палочкой. Тогда у вас будет меньше скатывания. И еще я очень люблю закреплять какой-то несушащей рассыпчатой пудрой консилер под глазами при помощи влажного спонжа. Но это больше на какие-то мероприятия, когда мне хочется, чтобы мой макияж выглядел прямо безупречно. А давайте, знаете, что нанесем эту пудру еще и на Т-зону. Why not, как говорится. Я говорила, что я очень люблю использовать кремовые хайлайтеры, но сегодня у меня его нет. Зато по рекомендации Lensky Beauty я купила себе хайлайтер от Wet n Wild. И так как у меня еще на периферии влажный тон, я попробую нанести вот этим новым спонжем именно на выступающие участки лица. Да, оттенок очень красивый. Я специально отправилась в магазин и посмотрела, отличается ли он от того, что продается у нас. Да, отличается и этот мельче что ли и красиво вшлифовывается в кожу. Ну, была не была, давайте пробовать. Как это красиво! Хайлайтер я в любом случае вам могу советовать. Я его приберегла для видео о бюджетных находках, но еще не успела показать. Это супер красиво. Я думала, что этот оттенок будет для меня немножко темноват. Но, несмотря на то, что в упаковке он не светлый, в нем есть и какая-то шампанская нотка, и персиковинка, и розовинка. Вот очень уникальный оттенок. Я даже не знаю, с чем его можно сравнить, но это супер красиво. И нанесение таким спонжем – это тема. Это же супер естественно выглядит. И не подчеркивает текстуру. Брови. Если вы шатенко, то я вам немножко завидую, потому что вы практически в каждом бренде можете найти что-то для себя. А вот я, в камере я иногда кажусь холодной блондинкой, но у меня такой, скорее, теплый оттенок волос. Возможно, тут, где корни, он похолоднее. Но даже если присмотреться к каждой моей волосинке, в них есть небольшая рыжина. И когда я использую какие-то холодные оттенки для бровей, я сразу становлюсь такой злой тетей Моти. Тени для бровей, которые я больше всего люблю. И так уже на протяжении 4 лет, наверное. С тех пор, как я их попробовала, я поняла, что это мой идеальнейший оттенок. Но в палитре Анастасии Беверли Хиллс вы найдете каждый цвет, который нужен вам. И тени на бровях смотрятся гораздо более естественно, что ли. И у них, знаете, вот такая самая оптимальная пудровая текстура. Она и не слишком заметна в волосках, между волосками на коже. И при этом она придает четкий оттенок. У меня это блонд. И не поверите, но Анастасия Беверли Хиллс также в полном ассортименте представлена на Love Letter. Сколько бы я чего-то для бровей не использовала, я всегда возвращаюсь к этим тенюшкам. Я помню, что первые упаковки, которые, кстати, Томак привез мне из Америки, я использовала 2 года. Но не так, как сейчас, знаете. Начала что-то, потом переключилась на другое. У меня был один единственный, самый подходящий мне оттенок теней, как мне казалось тогда. И сейчас я еще раз в этом удостоверилась. И я пользовалась им каждый день. Ну, если вы со мной не первый год, то вы точно знаете, вообще, в принципе, не первое мое видео смотрите, то наверняка наслышаны о том, что я очень сильно люблю эти тени, и они стойкие. Я не всегда использую гель для бровей, но тенюшки я всегда с огромнейшим удовольствием наношу на брови. Потому что, не знаю, они просто работают, и когда я там в полутьме собираюсь, допустим, куда-то, или, не знаю, я хочу нормально выглядеть так, как я, я возьму эти тени, потому что они никогда меня не подводят. Я знаю, что кто-то любит их помадки для бровей, но я как-то предпочитаю больше именно тени. Сегодня также пойдут в ход тени, поэтому я воспользуюсь базой от... Что это такое? Это Etude House, я как-то рекомендовала вам их. Эта база не пересушивает веки, но если у вас вообще никакие тени не держатся, у вас супер жирная кожа век, то возьмите самый термоядерный праймер от Smashbox. Он спасет вас, если у вас самая безнадежная ситуация, именно в плане стойкости теней. Все скатывается, все тускнеет со временем. А мне же нужно что-то, что позволит мне сделать плавную тушевку и, не знаю, я просто люблю немножко выровнять оттенок века. И иногда не пользуюсь базой. Мое косметическое прозрение наступило с брендом Anastasia Beverly Hills, именно с их тенями. Потому что у меня была палетка Soft Glam, и в принципе тени там хорошие по качеству. Я вам это говорила, у них супер пигментация. Но что касается подборки оттенков, я совершенно не согласна с тем, что она универсальная, что она подойдет всем и каждому. Она довольно теплая. И как-то одно время я вообще не смотрела в сторону этих теней. А потом купила себе лимитку, которую они выпускали с Carly Bible. И мне настолько понравилось, как просто с ней все получается. Я там тоже не все оттенки использую. И я решила, что я все-таки попробую ту палетку, с которой все начиналось. Которая завоевала сердца очень многие бьюти-маньяков. И ее же я дарила своей подруге. Она говорит, что это ее самая часто используемая палетка. Я попросила у своей Насты попробовать эти тени, прежде чем я их закажу. Чтобы понимать, с чем я имею дело. И также, какая здесь цветовая палитра. Насколько часто я буду ею пользоваться. И как вы понимаете, теперь она есть и у меня. Я пользуюсь ей очень часто. Эти тени мягчайшие. У них супер пигментация. И когда, вы знаете, я просыпаюсь и глаза открыла, а глаз на лице все еще нет. Я часто использую несколько хотя бы матовых оттенков. Добавляю блеск в уголок. И на этом мои глаза как бы открываются. Они становятся выразительными. И давайте все-таки начнем краситься. Потому что я могу очень долго болтать. Но проще показать, чем рассказать. Для начала наношу такой бежевый оттенок. Очень тоненьким слоем. Чтобы просто закрепить базу. И так как она у меня не цветная. То это еще и выровняет оттенок века. Теперь беру не слишком пушистую кисть. Не самую большую, которая у меня есть. Потому что эти тени супер пигментированные. И набираю warm taupe. Ставлю кисть в складку века. Или если неудачно проснулась, то там где она должна быть. И вот круговыми движениями начинаю прорисовывать складочку. Затемнять ее. Вот это самый классный переходной цвет. С которого можно начать любой макияж. Или его завершить. Вот таким образом. Добавляем немножко блеска на центр века. Будет вам самый нежный дневной макияж. Или же продолжаем. Можно немножечко наслоить цвет. Добавляем. Но я люблю по чуть-чуть это все делать. А не бухнуть сразу. И думать, а что делать дальше. Я хотела какой-то фреш, что-то очень светлое сделать. А тут уже как бы вечерний макияж подъехал. Но короче. Делать ничего больше не надо. Уже в принципе все и так сделано. Теперь этот же оттенок я завожу немного на нижнее веко. Кстати, все ссылочки я оставлю в инфобоксе. А я набираю очередной матовый оттенок. Очень красивый лиловый цвет. Я соскучилась по холодным оттенкам на самом деле. И какие-то вот матовые макияжи сейчас мне больше всего по душе. Если я и добавляю блеск, то это что-то очень светлое. О, кстати. Хайлайтер тоже можно использовать и в качестве теней. Будет замечательно выглядеть. В этой палетке, конечно, неограниченные возможности макияжа. Здесь есть и трендовые розоватые такие. Причем они сразу в двух текстурах. Можно добавлять и ухристый цвет. Или какие-то тепловатые. Но я хотела сделать реально тот макияж, который я, скажем так, ношу. У меня есть несколько любимых вариантов макияжа. Сияющие я недавно показывала. И этот. Теперь я взяла самый темный оттенок. И затемняю внешний уголок. Такой макияж всегда и везде будет смотреться уместно. Именно за это я его люблю. Я немножко подустала от рыжих оттенков. И это как раз то, чего требует моя косметическая душа. Тушь от Maybelline. Я взяла, потому что когда-то, еще когда я училась в школе, в старших классах, это была одна из первых тушей, которыми я пользовалась. Дальше я просто нигде не могла их найти в продаже. Она удлиняла реснички, делала их черными. И вообще у Maybelline очень хорошие туши. Я бы также хотела заказать их знаменитый консилер, который Eraser. Именно с американского рынка. Но что-то я не разобралась с оттенками. Каким пользуетесь вы? Скажите мне, пожалуйста. Я возьму попробовать. Потому что он был для меня слишком плотным. И таким немножко даже сушащим. Ну что. Давайте накрасим тушью ресницы. И посмотрим, да ли это тушь, которая так сильно мне нравилась. Щеточка такая же. И красит она так же, как я помню. Блин, выпала ресница. Я помню, что когда она была супер свежая, она была такой жиденькой. Потом, когда она подзастывала через пару недель, то становилась прям идеальной тушью. Кто пользовался такой же? Чтобы я не испачкала века, но это же буду не я. И на центр века давайте все-таки нанесем антик бронз. А то я решила, что нюд в моем исполнении вы видели миллион раз. Я обещаю, мы сделаем еще и такой чисто бронзовый лук. И еще чуть-чуть. И еще чуть-чуть. Это то, что часто происходит с тенями Анастасия Беверли Хиллз. Начинаешь с малого и потом просыпаешься тогда, когда у тебя уже просто вечерний smokey eyes. Они очень просто тушуются и в жизни даже красивее выглядят, чем на камере. Я возьму самую черную и самую стойкую подводку от марки Clinique. И нарисую тончайшую линию у роста ресниц. И тьфу, у линии роста ресниц. Просто для того, чтобы реснички были более выразительными. Смешиваю два оттенка. Два красивейших сатиновых. Они очень сильно сияют. Вау! Палетку от Smashbox я когда-то очень сильно вам рекомендовала. Это действительно одна из лучших палеток для контурирования. Здесь есть светлая пудра, которую вы, в принципе, можете закреплять. И консилер под глазами и даже на все лицо наносить. Бронзер и скульптор. Это матовые оттенки. Здесь также в наборе есть кисточка. Я специально заказала себе эту палетку, потому что она у меня была. Куда она делась? Без понятия, честно. Это очень классный продукт. Я не знаю, каким образом он пропал из моей косметички. И так как я знаю, какие здесь пудры, как они работают, как они выглядят, я специально взяла посмотреть, отличаются ли они от того, что я сильно любила. Я возьму только скульптор из этой палитры по той причине, что у меня есть бронзер от Wet n Wild, который я никогда еще не использовала. И мне интересно было бы его попробовать. Пудры немножко пылят, так же как и тени, но ничего страшного, у них хорошая пигментация. Я прям вообще минимально наношу немного на второй подбородок. Он со мной, блин, всю жизнь. Я даже просматриваю детские фотографии, он там уже есть. Поэтому спасет меня только пластическая операция, а я ее делать не планирую. Тоже давно уже заказывала бронзер от Wet n Wild. Он сияющий и теплый. Я рассчитываю на то, что я не испорчу свой макияж. Набираем. О, он не очень пылит. Это хороший знак. Ой, он такой нежный. Зря я его боялась. Вот эти штучки от Wet n Wild, это просто... С карандашом для губ я очень сильно промахнулась. Это марка Rimmel. Выбирала по свотчам в интернете. Мне казалось, что оттенок тирамису будет красивым, таким нюдовым. Но на мне он слишком теплый, прям как рыжий на губах. Не мое. Мне нравится сочетание холодного оттенка карандаша и теплого помады. Помада, которую я заказала, это 655 матовая от марки Maybelline. Они, кстати, очень классные, пахнет ванилью. У нее не такая, знаете, тугая, неприятная консистенция, а наоборот, вот она как-то ложится не как ретро-матовая, не как старомодная матовая помада. Это даже не совсем матовый финиш, а как суфлейная. Но зато симпатично, живо смотрится на губах и нет ощущения таких стянутых каких-то губ. Но все-таки лучше наносить ее на хорошо увлажненные губы. Они у меня сейчас супер сухие. Не хватает еще румян. У меня это минеральные от марки L'Oreal. Когда-то, когда я была студенткой, я заходила в торговый центр, в такой магазин косметический, смотрела на бренд L'Oreal, на Maybelline. И мне так хотелось заполучить как можно больше. Я помню, что даже всю свою стипендию я тратила на косметику. Мой папа всегда возмущался, говорил, ну сколько можно, зачем тебе так много? Ну вот видите, теперь моя такая небольшая мечта осуществилась. И вот тоже интересный факт, что моей стипендии не хватало на эти румяна. И, наверное, даже поэтому я их заказала. Оттенок очень красивый, так как это минеральные румяна. Я вырабатываю в кисточку таким образом. Румяна очень светлые. Но это плюс для светлокожих девушек и для тех, кто склонен к перебарщиванию с румянами. Это я. Вот, поэтому я буду ими пользоваться. Я думаю, что их также можно наносить родной кисточкой. Это розовый цвет. Как будто с таким переливом небольшим. Но они прям супер нежные. То есть, если у вас темный оттенок кожи, то нужно выбирать цвет потемнее. На этом мой макияж, мой smokey eyes готов. И я хочу вам сказать, что мне очень понравились некоторые средства. Я думала, что я буду снимать долго. На самом деле у меня ушло всего 40 минут на все прийти, уйти, настроить камеру. Поэтому, если у вас нет времени и вы хотите тени, которые будут классно работать, которые будут классно передаваться на века, которые будут стойкими, еще иметь разнообразную палитру, вы знаете, на какое обратить внимание. Я считаю, что это одна из лучших люксовых палитр в принципе. И в честь 8 марта я лично от себя хотела бы разыграть одну такую условия участия, как всегда, самые простые. Если вдруг вы захотите, например, софт глэм или какую-то другую классическую, я с удовольствием закажу ее для вас из Love Letter. И также очень хотела бы посоветовать вам хайлайтер. Это что-то фантастическое. Мне понравился велюровый спонж. Я пока что его по максимуму не использовала в сегодняшнем видео по той причине, что я боялась что-то испортить. Я всегда как-то так, а может так, а может так. Но для нанесения тонального крема, для того, чтобы финиш не был слишком влажным, для того, чтобы не терялось покрытие. Я думаю, что это очень классный вариант для пудровых текстур, для бейкинга, даже для хайлайтера на неприпудренный тон. Супер-пупер. И еще также я обязательно закажу себе посветлее оттенок True Match, который вначале я показывала. Если нет, то буду им пользоваться тогда, когда немножко подзагорю. Конечно же, Enough Collagen это мой любимец, и я продолжаю им пользоваться. У него небольшой расход. Ни одного нажатия хватает на все лицо и даже немножко растягиваю на шею. Мне кажется, что это выглядит очень естественно. Консилер я тоже уже много раз хвалила. Это мой фаворит вне времени. Классика жанра. Я знаю, что у кого-то он скатывается, для кого-то недостаточно покрытия. Но для меня этого вот так вот с головой. Бронзер очень понравился. Он нежнейший. Для тех, у кого светлый оттенок кожи, тоже отличный вариант. Особенно на теплое время года, когда хочется немножко такого поцелованного солнцем эффекта на лице. Его можно еще больше наслоить. Но в жизни я это редко делаю. Поэтому сегодня такой макияж Real Life. Все нужные ссылки я обязательно оставлю в инфобоксе. Также сделаю для вас подборку того, что мне нравится. Что, возможно, выгоднее можно приобрести на Love Letter. И также не забывайте о том, что теперь есть вот такая новая опция. Вернуть то, что вам не подошло. Но тщательнее выбирайте, чтобы ей пользоваться как можно реже. Мне не понравился карандаш для губ. Помада просто классическая. И учитывайте то, что она не супер матовая. И она, конечно же, не будет супер стойкой. Цвет красивый. Просто на любителя. Но она мне нравится гораздо больше, чем, например, Pillow Talk. Прям гораздо больше. Это что-то в стиле Pillow Talk. Супер пудра под глаза. На нее я как-то делала гораздо меньше ставку, чем она себя показала. Она подсвечивает область под глазами. Она вообще не утяжеляет. И несмотря на то, что консилер, он такой капризный товарищ. В том плане, что я всегда использовала его только с проверенной пудрой. С этой как-то все пошло как по массу. Подводка, палетка для контурирования. Вы уже знаете мое мнение. На этом будем прощаться. Всех целую, обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok